Разберем еще одну довольно распространенную ошибку, которую часто допускают не только наши коллеги, но и производители акустических систем, и даже корифеи. Да что там греха таить? У нас тоже проскальзывало это не раз. Речь идет о неправильном употреблении слова фазоинвертор, а именно, когда его отождествляют, приравнивая к трубе фазоинверсного акустического оформления, а не относят к резонатору в целом. Резонатор Гельмгольца или более привычное название фазоинвертор представляет собой отверстие, в котором помещена определенная масса воздуха, и он соединяет замкнутый объем корпуса с окружающей средой. Существует два типа резонаторов – внешнего и внутреннего возбуждения. Задачи у таких резонаторов диаметрально противоположные. Первые ослабляют громкость определенной частоты, вторые ее усиливают. Используются резонаторы внешнего возбуждения в церквях, студиях, концертных залах, выхлопных системах дорогих автомобилей для подавления раздражающих призваков, чтобы двигатель урчал благородно. В акустических системах используются для борьбы с внутренними резонансами корпуса. Вспомнить можно модели Q-Acoustic Concept 500 и Yamaha NS5000. Или для уменьшения резонансного подгуживания головки, когда общая добротность системы превышала необходимую. Например, агрегаты от радиолы «Симфония». Всем нам привычный фазоинвертор относится к резонаторам с внутренним возбуждением. И он предназначен как раз для усиления звукового давления в области частоты своего резонанса. В окрестности частоты настройки резонатора фаза колебаний воздуха в тоннеле смещается, и он начинает двигаться синфазно с передней стороны диффузора. То есть, инвертируется фаза излучения задней части диффузора, энергия от которого идет на возбуждение системы. Происходит это за счет гибкости воздуха в корпусе. Так как в процессе инвертирования фазы участвует объем воздуха корпуса и масса воздуха в трубе, то фазоинвертором будет называться их общая конструкция. Очевидно, пошел этот стереотип от визуального сравнения закрытого ящика и ящика фазоинвертора, ведь разница между ними как раз заключается в наличии тоннеля. Может быть труба, прямоугольный канал или просто отверстие, но такой вывод будет ошибочным. Резонансные свойства, а также способность инвертировать фазу звукового сигнала характерны и самой трубе, но проявляются они на частотах, где длина волны соизмерима с размерами трубы и являются нежелательными особенностями фазоинверторного акустического оформления. Субтитры создавал DimaTorzok